Всем привет! Здесь можно посмотреть лунное послание. Это именно те карты, которые показывают через Луну всю правду о вас, о вашем будущем. И здесь у нас Луна Высшие Силы, все фазы Луны, именно лунные карты. Сейчас Ангел Луны, это Ангел-Хранитель, Белая Луна Селена, меняет знак. И она будет 7 месяцев вас очень сильно вести, благословлять, сильно помогать. Если у вас есть трудности, то именно сейчас Селена, Белая Луна, это ваш Ангел-Хранитель, вам поможет, если вы через этот расклад свяжетесь с Луной и попросите о помощи. Я сейчас скажу заговор на Луну, и этот заговор поможет вам очень сильно. Если, например, вы хотите что-то улучшить в своей жизни, к чему-то стремитесь, у вас есть какие-то мечты, желания. Итак, вот такой заговор. Селена, Ангел Луны, пред тобой судьба моя, скажите, пожалуйста, свое имя. Если кто-то, например, на Луну сделал какой-то заговор плохой, да, можно такой заговор сказать. Не все, что наговорено, то сотворено. По другой дорожке пойду от себя, скажите ваше имя, беду отведу. Луна, Селена, пред тобой судьба моя, помоги. Ну а сейчас я начинаю расклад. Что вам хочет сказать Луна, какую дать помощь, и в чем именно будет ваш успех. То есть о главном через Луну. Потому что Луна – это путь человека, личный путь. Также Луна – это предки, на Луне предки. Также Луна – это таланты. И вообще все, что вы унаследовали от предков, ваше ДНК, оно идет через Луну. И удача ваша и счастье идет через Селену, Белую Луну. Я возьму три карты, потом буду добирать. Вы можете выбрать себе одну из трех карт, если пожелаете. Или же я предлагаю сделать даже лучше. Ведь здесь космос. Я предлагаю вам вот что сделать. Загадать разные вопросы или разные сферы жизни на каждую карту. Я буду поднимать карту, вы свой вопрос задаете, и карта четко вам даст ответ. Потому что только тогда работают карты, когда у вас есть вопрос, когда вы задаете вопрос. Поэтому все мои слова каждый будет понимать по-своему. Поскольку мои слова – это только лишь 50%. И синастрия между тем, что я скажу относительно карте, и вашей ситуацией на 50 на 50. Я смотрю только при Мэй в этих рамках, и это десятка меча. Луна хочет отвести от вас какие-то страдания, боль. Если кто-то болел, то 10 – это уже выздоровление. Уже все самые трудные моменты прошли. Если у кого-то было плохо с финансом, это тоже уже переход. Потому что 10 – это новое начало. Если у кого-то были очень плохие отношения или в семье, или с любимым, какие-то были очень сильные переживания, то на десятке меча, конечно, отражается то, что Луна знает, Селена знает о ваших страданиях, и вам поможет избавиться от этого всего. Кстати, вот здесь кот. Коты, кстати, тоже символизируют Луну. Кот здесь – это witness, это свидетель. Потому что, когда идет речь о звездах, квантовая теория есть такая, если нет наблюдателя, мы ничего не видим, просто темно. А если есть наблюдатель, все материализуется. И то, что Творец наблюдает за нами с вами, вот поэтому мы с вами и материализованы. Поэтому здесь свидетель этого расклада – это белый кот, это символ Вселенной. Итак, что еще по первому раскладу, хотел сказать, высшие силы. Вы будете счастливы в любви. Это счастье в любви. Двойка чаш – это очень счастливая карта именно на любовь. И вы будете счастливы вообще. Вообще. Потому что карта мага – это, конечно, огромное личное счастье. Огромное личное счастье, которое вас ждет. Вот, пожалуйста, будьте любезны, посмотрите на карту мага. Карта мага говорит, вот это как, знаете, священнослужитель благословляет. Это крест. Он этой волшебной палочкой рисует этот крест. То есть связь с высшими силами. Это вертикаль и горизонталь – это счастье на земле. И у мага четыре здесь такие стихии, которые за это отвечают. Это стихии воздух, вода, огонь и земля. И они представлены во всех мастях Таро. У нас есть две стихии, которые отвечают именно за связь с Божественным. Это такие палочки, то есть жезлы и мечи. И у нас есть две круглые стихии, которые отвечают за круглую землю и на земле. Это пентакли и чаши. То есть по карте маг – это счастье во всех сферах жизни. Ваш менталитет – это самое главное, кстати, потому что все тело работает для здорового мозга. Менталитет отвечает за мечи. Ваша жизненная энергия, которая культивируется изнутри, так говорит селена, это жезлы. А ваши финансы, здоровые финансы и успешная карьера – это пентакли, а также чувства, бытовые условия жизненные. Это чаши, конечно, у нас. И по этому раскладу, вот если вы загадали его, если вы нашли себе сейчас какую-то очень сложную ситуацию по десятке меча, вы вообще реализуетесь полностью. Здесь полностью реализация вас, как личности, потому что двойка чаш – это счастье, полное счастье. Это отношение, которое восстановится. Это доверие в доме между родными. Оно, скорее всего, партнеры здесь. Это даже переход на новые отношения или свадьба. Ну что-то очень-очень хорошее. А также по карте маг все наладится. И здесь и здоровье, и финансы. Как я уже сказала, здоровье – жезлы, финансы – пентакли. Сложные ситуации вы уже прошли, потому что мечи вы прошли. Маг, он перекрывает все. Это самая счастливая карта. Потому что это рукотворное счастье. Здесь вы, ваши родные, много чего сделали для этого и получили соответственный результат. Вот все очень-очень хорошо у вас будет. То есть все вот эти негативные вещи сойдут. Здесь, кстати, по десятке меча может быть проходить, что Луна знает о том, что какие-то колдунные неприличные люди делали какие-то лунные заговоры. Потому что, естественно, как интернет. Вот заметьте, интернет – это ипостасия священного духа. Ну, тоже же темные силы пытаются там внедриться, вас запугать, негатив какой-то, да, такое все. На интернете что же этого всего есть? Нужно быть избирательным. Точно так и вообще Луна. Луна, она очень помогает. Там и предки, и кураторы рода. Но темные силы тоже могут делать заговоры на Луну. И десятка меча, говорит, если был какой-то сделан заговор на Луну, то маг вас почистил и полностью убрал этот заговор. И больше никогда никто не сможет вам помешать в жизни. Так что вот так, да, это полное очищение. Действительно, не зря я сказала, заговор – полное очищение. Давайте будем дальше смотреть и посмотрим вторую карту, которая раскроет, может быть, вторую сферу жизни, если вы загадали, или какую-то другую ситуацию, если вы загадали. Вы могли загадать три ситуации, если пожелаете. Итак, что же здесь мы видим? Это Паш Чаш. Это может быть мужчина, который не действует, а он должен был что-то предпринять, помочь вам, или же выполнить обещание, и не действует. Потому что Паш, это он пробует, вам кажется, что не действует. А на самом деле он пробует, я просто сдвигаю, чтобы мне по две карты еще выкладывать, кто не знает, почему я это делаю. Но я руками тоже чувствую энергетику. Вот, и понимаете, Паш это, вот его незрелые поступки. Это может быть тот человек, которого вы любите или любили, но человек делал незрелые поступки, он не оправдал доверие. Паши – это поиск, это хлопот, это забота, это желание что-то сделать, но не всегда получается сразу. Как у ребенка, ну не сразу же получается бегать. Да, ребенок долгое время ползает, потом сидит вначале, потом ползает, потом падает, встает, падает, встает. Такое айкидо делается вселенной, да, ребенок, пока он не научится ходить по нашей земле родной. Но точно так и по Луне, да, точно так и по Луне нужно учиться ходить по ней, нужно учиться понимать эти знаки Вселенной и понимать эти все фазы Луны, потому что каждая фаза Луны направлена на помощь вам. и здесь через эту карту селена говорит послушай здесь видимо были в твоей жизни люди которых которые не оправдали твои надежды ну человек который вложился сильно другого человека он всегда сделал если небольшую или маленькую ошибку потому что другой человек даже если очень любит он не может точно знать чего нам хочется и точно нам угодить мы должны любом случае сами стараться тогда селена сразу помогает и если нужна помощь других мы должны конкретно сказать вот именно в чем они должны нам помочь и конкретно им будет легче то помочь тогда потому что паша хочет вам помочь в чем то что для вас важно чаша это важно это чувство но иногда так бывает что мы вот хотим от людей больше чем они могут сделать как бы переоцениваем их значение в нашей жизни и селена говорит вы переоценили значение некоторых людей в вашей жизни вы перед переоценили их а их влияние на вас их силу вашей жизни вы слишком доверились может быть кому-то может быть кто-то многое пообещал ведь какие-то волны выше головы человека какой-то человек во много очень пообещал но он не смог даже половину этого выполнить на первый взгляд это кажется что человек обманщик но он пообещал лишь только потому что любит вас сильно и очень хотел помочь и надеялся что он сможет или она но вышло так что человек переоценил свои силы и вы чувствуете что он виноват перед вами он не оправдал ваших вашего доверия может быть это мужчина который поступил не совсем по-взрослому может быть это работодатель который обещал зарплату не дал а может это здоровье ваше пошатнулось потому что вы доверились не неправильному источнику информации но это что-то связано с тем что вы сейчас очень волнуетесь ваши волнения такие высокие как эти волны вы волнуетесь и вы понимаете что нужно что-то делать его как бы застыли в ожидании в чего-то ну вот эти волны они конечно разобьются об эти скалы и стану спокойнее вселенная сейчас услышала ваши петиции ваши просьбы ваши молитвы сейчас посмотрим через эти расклады видите девятка меча это ночные кошмары может быть вы плохо спите переживаете очень сильно о чем-то и венера тоже селена до венера тоже раз я сказала венера значит нужно было потому что кстати венера связано с тоже луну луной потому что венера вышла из пены морской пена морская подчиняется луне да и венера и селена все эти планеты которые нам нужны для помощи она знает вашу петицию это императрица вы императрица в глазах творца и для императрицы конечно будет свой император император будет своя империя то есть будет удачная ситуация все улучшится и здесь у вас будет дом умная чаша не зря сказала венера и я не знаю вы можете я сама потом прослушаю когда я сказала перед тем как эту карту открыла или после к это когда открыла интересно да потому что как я говорю я чувствую руками тоже и звуком и руками и карты как свет выходит и эта карта венера ведь возникнет знак венеры императрица это знак венеры это карта покровительство той планеты которая дает счастье не зря здесь зеленая волна и зеленая одежда на вас императрица это карта счастливой женской судьбы и вообще удачной жизни счастливой карьеры конечно да я уже не раз говорю то что секретно мне сказал джон учитель по таро что у венеры 12 корона из 12 знаков зодиака у и у вас как у императрицы такая корона что-то означает каждый знак зодиака нам говорит о том что все люди разные и мы должны если захотим сами себе должны понимать что все люди разные и все люди могут дать нам что-то другое разное мы не можем ожидать от разных людей разного результата одинакового результата потому что все люди разные и императрица она понимает разницу в людях поэтому Она очень умная, она социально очень устойчивый человек, потому что понимает разницу в людях и не ожидает от людей большего, чем они могут дать. Вот видите, как здесь все складывается. И, конечно, что всю масть перекроет здесь играет огромную роль. Вселенная вам четко говорит, что ваши страдания перекрываются мастью более значимой, более высокой. Императрица – это одна из самых высоких карт. Кстати, императрица выше императора, как во втором, как в шахматах. Точно так, как Верховная Жрица, она выше, чем Иерафант. Ну, а первая карта Маг, она выше всех, и в карте Маг нету половой принадлежности. Это тот, кто может все. Поэтому я вам сразу скажу, что по второму варианту, чтобы вы не выбрали ваша сфера, ваш вопрос, ответ будет полноценный «да». У нас, смотрите, какая есть связь. Третья карта Мага, третья карта Императрица. Ответ будет «да». Вы справитесь с тем, что сейчас вас волнует и заботит. Да, не без помощи других людей. Но вы знаете, от кого получить какую помощь. И вы знаете, какой человек способен вам дать какую помощь. Не больше, не меньше. Вы умеете все взвешивать. Венера все взвешивает и решает. Относительно логическому мышлению, конечно. Потому что Луна — это ментал человек. Это его мышление. Императрица — это очень здоровое, критическое мышление. Именно женское мышление всегда здоровое и критическое. Мужское мышление может быть агрессивно. Но если женское и мужское вместе связано, то мужчина тоже может быть полноценным совершенно человеком. И здесь я вижу, если у вас были какие-то кошмарные сны, или вы плохо спали, или вы чувствовали себя неважно, или вы очень переживали, то ответ «да, все будет хорошо, переживание закончится». Вы могли переживать из-за каких-то финансовых неурядиц. Дея, которые из вас переживают, потому что когда вы ссорились с кем-то, вы не смогли человеку объяснить себя. Человек вас не понял. Обидел вас, унизил. Или еще хуже, обиделся на вас, потому что не смог вас понять. И теперь вот эта ситуация, когда все подвесились эти мечи над вами, и вы не знаете, как от них убежать. Никуда убегать не нужно. Нужно просто довериться, что эти мечи сейчас уходят, и вас спасает императрица, сама Селена, великая покровительница белой луны, ангел-хранитель. Не все, что наговорено, то сотворено. Если какой-то был негатив на вас, то он уходит. По другой дорожке пойду, от себя скажи свое имя, веду-отведу. Селена-Луна, пред тобой судьба моя. И вот именно этот второй расклад говорит, что волнения уйдут, все страхи и кризис, может финансовый кризис или кризис какой-то внутри, внутриусобный, внутри своей страны или внутри своей семьи, он уйдет, и вы будете очень счастливы. Это говорит второй расклад. Итак, смотрим через Селену на третий расклад. Если вы загадали здесь свою сферу жизни или свои вопросы, спросили, вот ваш ответ. Семерка жезлов. Но знаете, по семерке жезлов вы отбиваетесь от чего-то, что является фантомом, что является нереальным. потому что вы в более выгодном положении, чем ваши самые заклятые враги. Если человек сознательно, враг, у него ментальная есть проблема, и он так себя ведет, потому что он слаб, он ничтожен в своем поведении. И, конечно, что у вас могут быть враги, у вас может быть шесть врагов по этой карте, седьмой это в этот человек, который сам себя защищает. Но Селена знает это все, знает, что вам приходится отбиваться, и поэтому посылает вам рыцаря любви, человека, который будет вас любить, надежного друга, защитника. Рыцаря любви посылает вам сама Селена. Убирает все препятствия на пути к счастью. Очень хорошо все идет, замечательно. Потому что это новости, это перемены. Дело все в том, что когда выходит рыцарь, это всегда известие, и какая масть показывает известие в какой сфере. У нас здесь известие в сфере любовь, отношения, чувства, волнения уляжутся. Потому что вот эти все тучи разойдутся. Знаете почему? Потому что высшие силы через Луну, через Селену, Белую Луну вашего Ангела, Ангела-Хранителя, посылают Спасителя. Это Спаситель может быть в образе человека, да, Селена может воплощаться в людей. Это Спаситель может быть в образе того, что обстоятельства улучшатся, тучи развеются. Вам нужно просто дождаться этого момента по карте повешенной. Обратите внимание на логику и синастрию, и ритм этого расклада. Потрясающий ритм у этого расклада. Первый расклад, старший Аркан. Второй расклад, третий старший Аркан. Третий расклад, третий старший Аркан. Я вижу всегда вот эти божественные паттернс. Божественный паттерн, это божественные такие... Паттерн, как перевести? Это не узор, а это выкройка. Божественная такая выкройка. Есть еще более дословное слово, но сейчас оно приходит мне на ум. Именно эта божественная выкройка, она, конечно, идет через луну. Луна-то есть выкройка нашей жизни. Счастливая выкройка нашей жизни. И здесь карта повешенная говорит, не волнуйтесь, не сражайтесь с этими негативными людьми, потому что уже высшие силы все сделали, что нужно. Ну, если человек негативный, конечно, ему идет обратка, если он сознательно негативный. А несознательно негативный человек, он психически нездоровый человек. Да, теперь уже в наше время мы понимаем, что даже преступники... Ну, нельзя специально быть преступником. Вот мы уже поняли физиологию человека. Да, много уже доказано учеными, сделаны выводы, что специальный человек не может быть плохим. Если нашим предкам Моисей завещал не убей, не укради, не пожелай того и другого, то тогда еще не знали, в древнее не было такой науки, которая бы раскрывала, что специальный человек не может делать плохое, нормальный человек плохое делать не будет. То есть здесь эти заповеди Моисея, ну, это красивые слова, да, но на самом деле они делают виноватых из нормальных людей, которые постоянно чувствуют первородный грех и чувствуют себя грязными. Но нормальный человек никогда не убьет, не украдет и не пожелает другого то, что принадлежит другому. А человеку, у которого психическое нарушение, так его же не нужно за это гнобить. Он в любом случае это сделает, если его не лечить, ему не помочь. Вот поэтому мы иногда отбиваемся от врагов, которые действительно, ну, просто, ну, непонятно, почему вредят. Еще есть такая древняя мудрость, что самое обидное, это тогда, когда человека оскорбляют, ему совершенно незнакомые люди. Потому что, если оскорбляет родственник, да, где-то у нас есть, как говорят, рыльца в пушку, да, родственники, там, ты, грубое слово, сказал нехотя, тебе сказали, где-то обидели, где-то поступок не совсем справедливый был, может, и с твоей стороны, а может, и не было, оно в памяти рода где-то есть. То есть, среди родных, когда идет вот это все, как бы, две стороны более или менее виноваты. Если вы самый святой человек, вы в любом случае виноваты перед вашими родственниками, пусть на процента 2, 3 или 10, но обычно это 50 на 50. А когда идет речь о незнакомых людях, то, конечно, это очень обидно, потому что человеку ничего плохого не было сделано, а он напал, он оскорбил, обидел и унизил. Поэтому внутренний человек начинает сопротивляться, потому что знает наверняка, что этому другому человеку ничего плохого не сделал. Поэтому, когда возникают всякие преступления в обществе, мы понимаем, что это больные люди делают. Бывают больные тоже всякие управители и все такое. Они делают больные поступки относительно своему больному уму. И этих людей нужно лечить. Но если лицо влиятельное, как его вылечишь? Он же всех может агрессором может оказаться. Так что здесь очень сложно. Для этого есть такой с Огольским синдром, есть такая зависимость от влиятельных лиц. Это очень обидно и больно. И вы поймете семерку жезлов, когда вы поймете, что тот враг, который сделал вам плохое, если это, например, на работе, то вы нехотя ему перешли дорогу, потому что этот человек такой психически больной, что он думает, что его все неприятности из-за того, что у вас успех. А может быть, даже у вас и нет такого особого успеха, но у него маниакальное такое состояние, когда он видит у вас успех и защищается от вас, а защищается, потому что больной мозг, путем нападения. И если на вас нападают на работе по семерке жезлов, и это могут быть больные сотрудники и несправедливый начальник, то выходит рыцарь чаш, это архангел Михаил сам защищает, а вам ничего для этого делать не нужно. Вам нужно довериться, что высшие силы знают выход. Конечно, больных людей нужно лечить, а что делать, если больной начальник? Например, у меня начальница была психически больная, и это задокументировано, это не то, что мои такие выводы. И я должна была работать с ней 15 лет, это было ужасно, и поэтому я много очень поняла из своего опыта, как это всегда, что вот человек больной, он ведет себя неадекватно. И, например, у вас может быть такой родственник, а в каждом роду есть люди такие. Как знаете, по самым медицинским таким сейчас исследованиям, в каждой стране, в каждом регионе примерно 2% безнадежно ментально несчастных больных людей, и до 10% так плюс-минус. Поэтому вас могли обругать буквально в очереди где-то, или на улице на вас криво посмотреть, незнакомые люди, или на работе вам что-то подложить, подложить свинью, так называемую, оболгать вас, еще какой-то магический ритуал. Вас могли обидеть в доме, потому что в доме часто бывает это. Это бывает. Бывает даже эти люди, с ними все в порядке, но как эта динамика между вами не совсем здоровая сложилась, потому что чаша это чувство. Нездоровая динамика может быть между партнерами, между детьми и родителями, очень часто нездоровая динамика. Мамочка, которая хочет сына охранять от всех женщин, она, конечно, когда мать вот это делает, она обрекает сына на несчастную личную жизнь. Или, например, родители, которые, ну, вот так сложилось, что у них, например, маленькая пенсия, они становятся очень, ну, такие, нервно, напряженные. Естественно, если человек не знает, будет ли у него хлеб завтра на столе, какой он может быть, он же разве может быть счастливым. И обычно вот эта вся динамика негативная, она на вас сильно отражается. Здесь по жезлам частично вы защищаетесь от тех, которые действительно на вас нападают. Но нужно помнить, что жезлы — это не мечи, и вы здесь защищаетесь часто от людей, которые нападают по незнанию своему. Я, кстати, не закончила фразу об Моисея, поэтому сейчас уже мы понимаем, что тех людей, которые творят зло, их нужно просто лечить, когда мы их вылечим, но поможем им, хотя бы частично вылечим, они станут добрее. И селена — это именно та энергия, которая лечит. Это альтернативная помощь. Это, конечно, не медицинская помощь, а такая парамедицинская. То есть эта помощь тоже есть. И селена, она, конечно, целительница. Кто не знает, селена часто работает в паре с Архангелом Рафаилом. Архангел Рафаил — это целитель. И действительно, те люди, которые на них нападают, мы говорим, пожалеть нужно. Ну да, если да, вот это слово пожалеть, значит, они нездоровы, но жалеть их, конечно, это не поможет. Нужно им помочь путем, может быть, чтобы они каким-то образом начинали лечить свою психику, хотя бы добились здорового образа жизни, потому что или бокал, или еще что-то не помогает этому всему, а наоборот. Вот у меня вот был случай, женщина уже в возрасте 76 лет, и она очень большой депрессией, мы с ней пошли на прогулку, вот, и она рассказывала, как ей плохо жить, а потом казалось, что каждый вечер она выпивает полбутылки вина. Ну, конечно, что у нее сильная депрессия из-за этого, у нее привязанность к лярве сущности. Если бы она отказалась от этого, она, безусловно, бы поправила свою психику, но никто же не хочет видеть правду. Селенная обычно показывает правду, поэтому здесь по третьему раскладу четко вам нужно просто довериться, что Высшие Силы уже послали Спасителя, ведь часто Рыцарь Чаш это и есть Архангел Рафаил, который в паре с Селеной здесь работает для вас и посылает вам помощь, и говорит, ты будь уверена, потому что эта карта повешенная, это же символ четвертого дома гороскопа домашнего очага, поэтому я здесь много говорю о домашнем очаге, вы иногда думаете, что она говорит, но я не буду вас здесь учить, как читать карты, потому что у вас, наверное, другая специальность, а это именно показано четвертый дом гороскопа на очаг, о том, что вы должны быть уверены, что кураторы рода через Селену пошлют вам помощь в ваш домашний очаг, и все наладится, ничего не делайте, ничего им не говорите, если они не очень ментально сильные люди, в кавычках сильные, на самом деле не очень здоровые люди, они в любом случае каждое ваше слово перекрутят, перевертятся, просто доверьтесь, что сейчас Рафаил, Архангел Рафаил и Божественная Селена, Ангел-Хранитель, вам помогают в том, чтобы все было хорошо, и не зря здесь же жезлы у нас расцветают, кстати, вот это очень правильно, жезлы это восстанавливающийся материал, потому что, не знаю, как у вас, я Лена, Ванкувер, Канада, и здесь такой климат, что возьмешь палку, ее погрузишь в землю, забудешь, на несколько недель и она начнет расцветать опять такой климат, это вообще страна деревьев, а как у вас, напишите, как у вас, так вот, именно жезлы самовосстанавливающийся материал, вы восстановите свои силы по этой карте, обязательно, никто больше не сможет вам помешать или сделать какие-то грязные ритуалы, Селена, Луна, при тобой судьба моя, скажите свое имя, Селена поможет, Селена часто, она просит Архангела Михаила, и Рафаила, двух Архангелов просит, но Рафаил работает только тогда, когда Михаил своим мечом света уберет негатив и оторвет пуповины вредные, и Селена обычно это такой, знаете, посланник, который просит Архангелов вам помочь, если Селена сама не может справиться и нужна помощь Архангелов, она напрямую связана, они работают в команде для вас, вот такой расклад, мои дорогие, и, на мой взгляд, очень конструктивный, пишите комментарии, мне очень важно знать, как у вас все проигрывается, я вас очень люблю, обожаю, желаю вам счастья, желаю вам всего самого лучшего, чтобы у вас был достаток, чтобы все было очень хорошо, ставьте лайк, если пожелаете, если не сложно, потому что я в вас верю, и это мое начинание для вас, поддержите меня в этом, будем видеться, мои дорогие, до новых встреч, медвежьи обнимашки из сибирской страны, пока-пока, мои дорогие. Субтитры создавал DimaTorzok